я прям сам прям в трансе в таком прям приличном пока вот музыку слушал музыка шикарная другая надпись направление такое а по интуиции по направление она придет но я архангела михаила видел он все летает 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 наверное с ним скорее всего разговор путь посмотрим да все можешь читать читай полностью да ты читаешь ли я раньше выйду я скажу медленно медленно вот так мягкой теплой приятной энергии расслабление ярким солнечным светом входит в макушку вашей головы я вижу что мы все ангелы но нам нужно проявлять эту ангельскую энергию от в семьях своими близкими окутывать их вот детишек я вот начинаю сейчас вот сейчас ты читаешь я раскручиваю в груди и как бы вверх вот так вот любовь до распространяю вверх и как бы на всю землю а мне пальчик такой ай-яй-яй первично на своих близких направлять надо первично на свою жену на своих детей это прям святая вот обязанность сначала начинать надо с семьи да первично обязательно это как тыл это как крепость это как замок сначала тут нужен полный порядок гармонию навести а потом уже можно странствовать и отправляться в путешествие в командировке когда тыл когда тыл полностью как бы твоей энергией окутан как защита вот любовь внимание когда все дела дома вот закончил и по хозяйству и по все полочки прикрутил оставил оставил как бы поле для развития деток да для маневров для жены и тогда можно куда-то ехать командировки сражения какие-то но любовь в семью направлять нужно иначе она остается ущербной неполноценной семья начинает завидовать она видеть как и например папа счастлив а они чувствуют нехватку любви уделять больше времени конечно внимание искренним быть вот самую эту искренность которая только есть вот как сейчас вот у меня я вот сейчас прям чувствую не знаю всех святых чувствую вот это такая искренность прям такая божественность ее нужно прям в семью направлять и тогда это прям такая мощная защита такая мощная как вязкая такая вот любовь она такая вязкая тихая спокойная как эта музыка вот такая энергия должна быть внутри семьи без резких резких движений без резких слов без резких звуков вот в этой среде хорошо растут дети чтобы была одна гармония да 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 ну бывают всякие моменты там детишки шалят но к этому стоит стремиться и именно в этом вот представь в таком состоянии чаепитие какие-то церемонии со свечами как Антон зажигал свечи да вот это все нужно делать в семье с женой с детьми с мужем ну кому-то с мужем при свечах ужин чаепитие пироги домашние праздники выключить телевизор все по выключать позвать друзей и гостей и тихо спокойно наслаждаться процессом самим самим процессом ведь на самом деле ровно столько насколько важно конечная цель ровно настолько то еще и в десятки раз важнее путь по которому ты идешь путь он важен Павел а вот кто-то в семье вот если играть на музыкальных инструментах на любом это приветствуется? конечно конечно это вибрации это энергии это вибрация это настроение это настроение что такое музыкальный инструмент ноты звуки вибрации с помощью них можно сделать человеку так что он станет грустным а можно сделать так что он станет веселым можно сделать так что он задумается о смысле жизни бытия хорошо можно направлять его эмоции управлять его эмоциями так и происходит с обществом всеми манипулируют через звуки через крик через слово через музыкальные инструменты рекламные слоганы речь из телевизоров с любого фильма идет зомбирование либо в хорошую сторону либо в плохую все этим пользуются родители этим пользуются когда разговаривают с детьми это везде звуков вибраций нот состоит весь мир павел павел вот у павла даже на канале он он многим рассказывает что начинаешь говорить про темные катаклизмы и страдания много просмотров а ролик общения с богом никому не интересен почему так людям что больше нравится страх людям нравится быть эмоциональными вампирами и эмоциональными наркоманами а какие эмоции самые сильные отрицательные они одинаковые крайняя радость и счастье тоже очень сильные но крайний страх и ужас это очень сильная энергия ее просто проще получить а крайнюю степень радости и счастья она не каждому открывается поэтому учиться нужно надо потрудиться очищаться это только светлая чистая душа способна почувствовать истинную любовь глубинную безусловную хорошо у многих это не получается а крайний ужас и страх уже подсажен из детства на эти наркотики и поэтому хочется пощекотать нервы тем самым подпитывая другие темные измерения продавая продавая свою душу за эти наркотики страх и стресс а потом ночью приходят во снах эти сущности страха и стресса и гоняют всю ночь эту душу по вселенной по вселенной чем больше она боится тем больше им лучше и они растут 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 а душа все меньше меньше вот она забыла кто она откуда она пришла и зачем и она стала ниже плинтуса это душа и плачет потом горько плачет не понимая что никто в этом не виноват кроме ее самой сама себя загоняет в угол от непонимания незнания от лени и нежелания учиться от нежелания познавать а зачем а вдруг там уже опасно познавать вот где опасно там еще и интересно там еще можно полезть в темную магию в разные привороты денег счастье самообман через привороты никогда ты счастья не достигнешь тупик это самообман хорошо а истинное счастье чтоб почувствовать и любовь над собой нужно трудиться любимым над собой над своим эггом раздутым до катастрофических размеров а там уже непонятно опять где душа где душа а где эго и кто управляет телом тоже непонятно вот вот эго и управляет всеми процессами а душа опять занимает самое низменное место самое непочетное место а садится эго а такой брутальный качок накачанный как этот который в тюрьме сидит вот такой вот авторитет который все рулит да 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 только не по правилам а по беспределу а по беспределу и все границы спутаны все понятия смяты потоптаны растоптаны а это хорошее поле для действия хаоса энергии хаоса где нет порядка там хаос это разрушение страдания и боль и опять подпитка темных миров темных неизменных пороков человечества опять падение нравственных устоев преисподню в вечный огонь в гиену огненную проваливается та кто была душой когда-то хорошо страдает при жизни будет страдать и после жизни кто счастлив при жизни тот будет счастлив и после жизни очень просто хорошо так так ну-ка давай посмотрим что у нас постоянно в последних сеансах постоянно говорят про 6 января 6 на 7 января что это там за событие такое будет место встреч сомню сомню собой слышал про шамбалу что чтоб ее встретить и найти нужно путь пройти но она внутри так и здесь архангел сомню и у меня волны это как множественный оргазм это как множественный оргазм просто по всему телу заряжает тебя заряжает я его с двух километров только увидел как он стоит у меня все колбасит и слезы текут отпускает 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 великий воин воин среди воинов это самый великий воин покровитель всех воинов самых великих воинов самых всех воплощений но кто был справедлив и честен доблестью награжден и бесстрашием ой опять опять пошли волны а опять волны по всем рукам и ногам идут энергии да что такое еще я только чуть чуть его вижу краешком глаза а меня просто прям как 220 бьёт он тебя готовит ты же собираешься поехать туда да да потому что там очень-очень будет ответственная работа и у тебя и поэтому он тебе помогал его много образов а у него много образов я вижу славянский образ в сочельях длинные волосы зачесаны назад грудь голая а воин такой с двумя топорами это он тоже в другом в другом и поставься в других других верованиях у него много лицев в разных религиях его по-разному называют но везде это доблестный воин бесстрашный но очень справедливый очень честный знает правила ведения битвы боя соблюдает обряды традиции поклоняется богам свое своим которых научили родители его чтит всех свято чтит тверд тверд твердая очень вера у него очень твердая вера взгляд очень твердый очень сильный взгляд тяжелый но справедливый очень тяжелый взгляд ой какой тяжелый во сквозь и как будто на километр все видит вокруг тебя лицо вижу в шрамах нос немножко там что-то искажен какой-то волосы назад отачели какие-то руны знаки на нем у него тоже имя какого-то славянского бога есть какой-то славянский бог тоже спросили понимание вот я вижу еще два стоит архангел михаил и в другой ипостаси он как славянский бог перу я кричит перу перу я перу не перу о какая сила и мощь как в грудь казах как перед боем настраиваются воины бьют себя в грудь бьются все силы в грудь набивают набивают грудь энергию энергию раскачивают в груди а славянском виде про его этот христианском проявлении он такой красный как будто плащ из золота вот внутри все золото как красным плащом немножко накрылся чтоб не ослеплять как будто бы потому что если снимет плащ вообще ослепляет все золотом сиянием внутренним лицо такое славянское открытое чистое голубые глаза белые волосы золотые лет 35 максимум но такое ухоженное лицо вот как будто вегетарианец сыроед какой-то такое сияние внутренние излучение идет от него в разные стороны излучение энергетическое и он как мечом как двери через измерение вырезает то ли портал я вижу он проводит причем раз и окно появляется он раз в него входит и он в каком-то другом мире уже оказывается его энергию не каждый вынесет это опасно его энергия дай бог удержать эту энергию как-то в его как сказать в его присутствии чтоб не отлететь куда нибудь на десятки метров такая мощная энергия даже в его присутствии тяжело удерживаться сейчас немножко он плащ накрыл накинул немножко тише как-то стало тише стало они присели сейчас поблагодарили еще подожди он присел мне показывал вот вырезал такие в пространстве портал и проходил туда потом обратно опять его закрыл тот портал а сейчас словно такая знаешь отдых на бревна как будто бы сели на бревна и и костерок горит как привал как привал я тоже сажусь сажусь но их два вот их два как бы энергия одна двоих идет одинаковая энергия а я напротив через огонь от них чуть подальше отсяду потому что что-то мне тяжеловато здесь двойная энергия боги они боги они боги величественные это самое чистое олицетворение мужской энергии чистоты справедливости и доблести чести честь вот идет по по горам как эхо наш доблесть справедливость закон кон кон граница не пересекай границу враг не пересекай иначе плохо будет иначе не сдобровать не сдобровать тебе иначе черта есть черта нельзя ее пересекать святая земля здесь святая Русь святая Русь колом каким-то введена святым как святые вот я сейчас прям вижу по границам вот как-то и Украина раньше была в этом а сейчас нет как вырезали ее с этого с этих границ нет ее в этом коле в этом очертании жалко Беларусь входит Беларусь входит и вот Питер очертания по всей границе идут святая это святая земля несуй сюда свой нос свое паршивое рыло поганое рыло несуй сюда не твоя здесь земля не твои здесь устои не твои правила ходит вокруг да около черный змей вокруг границ летает ищет слабое место где бы прорвать оборону где удар нанести летает вокруг пышет чернотой дымом пышет но воины спокойны сидят отдыхают всегда настроен их много здесь много сейчас расширяется поляна здесь много достойных воинов доблести и чести которые алкоголь не берут в рот и всякой пакости не позволяют себе сквернять храмы свои держат их держат в чистоте очищают их досконально совершенствуя не пробиться сюда всякой нечисть они почему-то нацелились куда-то в самое сердце укол нанести хотят маленький укол но в самое сердце а куда этот укол они хотят нанести самой иголкой маленькой иголкой хотят нанести но в самое сердце больное место вот я сейчас вижу в чьем вот вокруг границ там очень хорошо врата закрыты крепости стоят на них лучники воины хранители стоят а у кого-то замысел в сердце иголкой отравлены уколоть самое сердце это где-то как раз вот в эти горы в этот шерегеш вот там где-то шарик какой-то вот вижу почему-то кругленькое что-то и туда целиться чтоб шарик лопнул как бы хотят чья-то костлявая в перстнях рука древняя древнего зла какого-то какого-то древнего древнего зла костлявая рука в перстнях кстати перстни тоже какие-то серебряные там металлические вижу перстни какая-то левая рука левой рукой тянется очень какое-то древнее зло там дремлет древнее зло тянется тянется она хочет в самое сердце уколоть там какая-то болевая точка там где-то надо будет прям откинуть этот удар отразить его мячом вижу архангел жиг и всю эту иголку пополам перерубил это жало перерубил пополам не получится у вас все мы знаем то же самое что знаете и вы всегда был и есть паритет не больше не меньше ровно мы знаем все что знаете и вы это шахматная доска всем все ходы известны мы можем чем-нибудь помочь 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 вы уже помогаете с вашего рождения вы уже на этом пути с каждым шагом приближаетесь к цели своего предназначения и воплощения каждый кто меня слышит это касается каждого абсолютно каждого человека вы в той точке на сегодняшний день и минуту и секунду где и должны были быть все предначертано всему свое время а время идет земля крутится вы умнеете и набираетесь опыта самое главное не растеряйте этот опыт не растрачивайте его на пустяки не разменивайте его на пустяки и бисер не надо метать перед свиньями еще подавятся хорошо вечности думайте о вечности что есть вечность это все вечность век вечность век читайте былины читайте старые сказки все все всегда делает кола и возвращается вспять это уже было и вы герои этих сказок хорошо хорошо вижу лежит и этот кто на печи лежал 33 года да только сейчас это не печь а диван и он встанет и сделает то что должен сделать и другие придут добрыня никитич и алеша попович и другие дремлющие витязи и не дремлющие и явные придут и все хорошо и и все будет хорошо и в этот раз тоже будет хорошо и и и в космическом масштабе и и нет не пропустим и наступит утро и наступит час и закончится день для для того чтоб началось опять утро и и я много я здесь возьми еще подержи для тебя это важно я знаю он передает тебе хороший такой добротный меч только он как он его передает он перестает гореть я вижу что он передал его вот тебе ты от меня по правую руку сетишь здоровый такой он тебе передает ответ да как этот как черномор больше похож батька черномор шапка металлическая на голове борода такая я визуализирую его держу его да тяжелый такой да там шарик такой есть в конце и такой красивый меч я тоже такой хотел бы я благодарю хороший добротный какой то он такой ловкий меч прям такой знаешь он он из этой опять из булат булатная сталь богатырская сталь булат кованый да булатный меч булат длинный такой острый как игла в конце да как иголка прям вижу иголку такую четкую да легкий он не тяжелый да он вообще его не чувствую в руках он как пушинка да 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 я махать не хочу потому что я знаю опасный он какой то опасный меч аккуратно лучше им не махать не 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 так нельзя махать что то он может эти порталы как то открывать большая ответственность поэтому я его просто стою держу заряжаюсь мужеством заряжаюсь да да тебе как прям надо ты воин ой ты как то им ух ты ты что то как то так делаешь ты его вокруг шеи как то закидываешь и он так быстро раз и другую руку перекидывается ты его как то в одну так вот как то берешь через шею перекидываешь то правую то в левую руку и шею как бы назад знаешь как вот как то а ну воин назад как то назад вот так вот через шею раз он у тебя в другой руке уже да раз в одной раз в другой как то вот так его раз да через шею воины раньше так и делали разминались угу ой на нем письмена какие то сейчас он он какой то тоже знаешь как он как живой потому что то он был тонкий и длинный и узкий стал шире стал блестеть и показывает на гранях там письмена какие то важные очень на нем там и каракуль я бы сказал тут непонятно что я бы как бы назвал как каракули да потому что я вижу палочки точки на палочках сверху кружочки какие то на палочках кружочки это старое описание очень древние древние предревние и вот он потяжелее уже такой вот сейчас вижу стал такой знаешь прям как как кувалда тяжелый налился он как-то шире стал толще стал прям наш как как дубинка больше прям какой то такой вот то есть чуть чуть только вот острие как бы есть вот эти грани а он такой как мужицкий как же это называется как вот вот у этого был у как его елы-палы он тебе дарит прикинь он перестроился этот меч в твой меч короче это уже твой меч этого вот этого черномора батька черномор короче вот это вот он твой меч стал почувствовал он тяжелый стал такой как уго там можно не острием а боковины а боковины можно как трешнуть так отличиться на десять метров его можно тогда я принимаю его с честью вот прям как дубинка почему то вот кажется ну буду метелить да потому что жалко убивать а ты этим боковины как трешнул по жопе и полетел кому то там это тогда его можно за спину поставить да 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 там у тебя такие ножны массивные крепкие такие ножны как-то кожаные ремни как-то крепятся я благодарю хорошими ой 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 у меня опять опять мурашки по телу опять пошел ай-яй-яй ты прям аж ожил прям я тебя вижу ты как встал как стал переменяться что такие мышцы как как моя нога а руки такие знаешь толстые какие-то здоровенные какой-то такой могучий ты могучий вот слово могучий сел такой спокойный сразу прям как ребенок как спокойный ребенок очень большая сила а мне он щит дарит а мне он дарит я тоже смотрю думаю сегодня что этот день подарков и сразу и сразу на него смотрю через огонь а у меня раз и щит в левую руку беру кругленький такой щит а там солнышко на щите можно прям аж зайчики посылать отражать какие-то бубен ё-моё он говорит это бубен твой как щит он говорит это твой щит от меня дар щит но это твой бубен носи его гордо с достоинством почитай его ой 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 в левой руке а я смотрю круглый солнышко благодарю да да благодарю да это горит твое оружие это твое оружие это твой инструмент меня аж обдала как кипятком так а ну-ка спрашивайте каждый каждый спросите за себя голосом своим вибрациями может вам тоже что-нибудь подарят нет и просто скажи что нибудь какие-то слова скажи не надо просить ну скажи а я здесь есть например в этом обществе вот где я сижу вот и да стой вот и так и есть вот там сидишь вот бревна так вот в круг вот там архангел там вот этот славянский ой что-то у него около ушей крылышки выросли крылышки около ушей выросли нету этого славянского бога он рядом с ним костер между нами тут сижу я тут пока пусто вот тут ты тут сидит серёжа вот 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 серёжа вижу прям прям вот мы с ним прям плечо-плечо как греемся друг от друга прям плотно плотно мы врачом плечо дима вот так вот как он говорит где-то там и сидит да ты есть но ты вот созерцаешь ты вот везде созерцаешь сейчас подожди ясно четкое мало золотник но дорог говорит архангел михаил сейчас сейчас что-то происходит сейчас что-то происходит он ему протягивает меч свой опять длинный меч вот он его так берет интересно разворачивает за кончик вот его пальцами держит и в сторону димы тянет это определенная какая-то проверка какова реакция димы вот это проверка ты его можешь взять в любую минуту но он тебе не нужен он его возвращает к себе каждый каждый делает свое дело каждый занимается своим делом хочу посмотреть тоже я на диму сейчас дима сидит я вижу в его глазах вот как огонь ну огонь у нас горит огнище и у димы в глазах отражается это огнище и дима на него смотрит дима очень важный он какая-то вот его энергия какое-то тонкое поле вот я сижу вижу вот и его присутствие вокруг нас рисует тоже с его присутствием вокруг нас объединение какое-то происходит тонкое тонкое вот как мыльный пузырь как мыльный пузырь такая энергия вокруг нас прорисовывается в нем какая-то мудрость мудрость глубокая какая-то глубинная и он тоже еще не достиг того дна от которого отталкиваться отталкиваются и всплывают он в процессе вот нырка находится как глубоко водный нырок такой как за жемчугом ныряют да с высоты вот он нырнул и он плывет в глубь он идет в глубину потом он возьмет то к чему он плывет жемчужину развернется и ногами оттолкнется от дна и пойдет вверх но ему это жемчужина не нужна он и отдаст кому-то девушки отдаст процесс ему важен сам процесс как это все происходит ему важен процесс вот он процесс он в процессе мать и мать тебя в руках какой-то очень важный огонь светильник ты держишь перед собой как лампаду свет и ты идешь с ним куда не пойдешь несешь свет перед собой и тьма расступается выше поднимешь еще дальше расступается вот и ты прям мать энергия материнская такая мать мать он и тебе протягивает меч он и тебе его дает я благодарю ты взяла ты взяла странно но ты его почему ты целуешь ты смотришь на него и почему-то ты целуешь вот руку не руку почему-то а вот где он держался вот эту ручку вот ты прям ее целуешь у тебя есть маленький барьер преодоление вот как субординация понимаешь убери его убери его не надо нет этой субординации прям да да вот я вижу и какая-то такая пленка между тобой и им вот как падает стена такая из полиэтиленовой пленки и она такая пух и падает там камень красный вот там где ты целовал я раньше не видел а там красный камень в ручке в ручке встроенный красный камень рубин наверное красный и ты знаешь он алатырь в форме алатырь цветок такой славянский алатырь есть и вот он в цветке в форме алатырь возьми он тебе дарит камень эйва ты где он тебе дарит камень он его достает слушай тебе и дарит и говорит тебе нужен перстень красный красный с рубином это символ магистра знак магистра красный камень перстень носи его я благодарю носи это символ магистра как белого ордена какого-то он говорит белого ордена символ магистра и раз и раз ручка сразу жиг затянулось как бы и как будто и не было ничего обалдеть как красиво молодец умница я благодарю да скажи какое то слово ты мать мать каждое каждое твое слово зеленые зеленые синие красные и они к тебе вернулись полетали около костра полетали над костром очистились и к тебе вернулись вернулись к тебе а гаве надо подарить мешочек с какими-то вот камнями драгоценными полудрагоценными из урала оттуда откуда-то с алтая из горы самоцвет от самоцветы надо подарить гаве паша говорит павлу говорит привезешь ей самоцвет и подаришь разноцветные камушки разные цветные красивые как ее слова а он подарил получается то есть как-то показали мешочек такой да а вот сейчас он фиксирует слушай нет он мне в руки вставляет вижу мешочек в его руках появился опять эти камни залетали и он их собирает такой красивый мешочек чтоб они так вот хрустели хр-хр-хр-хр-хр-хр и мне вкладывают в руки чтоб я подарил галечка галечка и я тебе тоже несу так двумя руками что-то левая у меня не слушается да двумя руками да и я тебе дарю самоцветы такие они красивые они на огне переливаются такие прозрачные какие-то изумруды там рубины что-то это еще больше не знаю идет вот красиво так красиво очень красиво да идут слова как-то прекрасен мир как прекрасен мир в котором мы живем как прекрасен мир в котором мы живем в своем разнообразии в разных проявлениях и даже эмоции каждого человека имеют свой цвет форму окраску словно радуга очень прекрасен мир пение птиц сейчас слышу и тоже с них как вылетают энергии вибрации какие-то частоты то есть как матрица горы фонят таким мощным потоком энергии таким богатырским каким-то духом пропитаны да потихоньку заканчивается встают витязи встают воины одевают свою свою и доспехи и расходятся по своим лагерям каждый в свое укромное местечко в свою палатку в свое место архангел наверх уходит славянский бог пошел к людям он ближе как-то к людям на той земле это где-то вот все вот на алтае происходит там где-то в горах все происходит все и следы нет этой руки которая там лезла все как будто бы уже это уже свершилось вот такое знаете как в ожидании скорого уже рассвета и нового дня как новое жизнь все исчезает потихоньку а я словно сказочник это все должен записать и как сказку вот издавать рассказывать про это людям в разных формах и в песнях и в сказках и блинах и я там был и мед там пил и по усам текло и в рот не попало это для маленького поколения для детишек чтобы они так могли как бы присутствовать на всем на этом соприсутствовать чувствовать себя причастными да все сереж выводи сейчас я посчитаю от одного до пяти и вы выйдете из состояния гипнотического транса на космосе заряжаюсь раз где звезды мощный поток энергии продолжает входить в макушку вашей головы два ясные светлые мысли возвращаются в голову три появляется желание шевелить пальцами рук и ног границы тела восстанавливаются галя красивая такая на галю сейчас посмотрел и на нее как энергии послал да она засверкала тоже корона на ней появилась такое убранство в каменьях каких-то длинное платье какие-то вот очели лицо в каменьях все расшито красивая такая сказочная ты даже поперхнулась вот как я на тебя посмотрел в ту же секунду ты и поперхнулась обалдеть как работает ага четыре да делайте глубокий вдох и вы открываете глаза пять пять и сейчас вы полностью возвращаетесь в тело работаем пальцами ножками и благодарим высшие силы помнишь галь ты себя как-то в кокошнике видела вот какой-то вот кокошник вот такой вот кокошник вот тут висюлькик и все такое блестит и вот как любишь блескучее всегда и вот тут этот очель и такие как-бы блестит и кокошник какой-то такой на тебе кокошник и красивая но это не украинский наряд это какой-то перев pele какой-то вот такой вот туда куда-то как смесь разных народов вот этот одежда славянская чувашка чувашеская украинская алтайская какая-то смесь такая прям царица а теперь у меня булава есть ого там тяжеленный меч он как будто бы ого а у меня вубина красивая какая а вот так что тебе камень нужен а я вся в самоцветах а я щас такие вибрации идут по всему гудит гудит и пульсирует и гудит все тело просто прям сказка и на дом защиты успел поставить обновить обновить защиту дуба так тихонько пришла кошечка а у меня очень необычно меня куда-то ведут вверх а ты говоришь посмотрим мне вошлое жизни да я раз сознание вниз а меня как будто раз дергают тип тоже не нет сознание моё дергается я опять сперс смотрю она опять что-то говорит что-то там вот такое а а я я я я пир устраиваем пир на весь мир